Здравствуйте, дорогие друзья! Честно, продолжают странные исследования. Вот ученые из Великобритании выяснили, что высокий уровень дохода не делает человека счастливым. Более 9 лет исследовали 140 тысяч человек. И в результате пришли к таким выводам. Ну, не в деньгах счастья это давно говорится, хотя все хотят деньги, но хотя я понимаю, что не в них счастье. Вот они даже... Если я предложу человеку сколько хочешь денег или сколько хочешь счастья, я думаю, что сегодняшний человек скажет деньги. А за деньги я уж куплю и счастье. Вы думаете так? Да. То есть вы немножко опровергаете даже вот это исследование, потому что в основном говорят, что приходили к тому, что все равно счастье, семья, друзья, вот так говорят, дети. Это после того, как они очень-очень-очень хорошо проверяли возможности купить все за деньги и видели, что этого не получается. Но мы еще не дошли до своего абсолютного развития. мы находимся в последнем в этапе, но он еще не завершился. То есть человечество уже осознает, что деньги не приносят счастья, и счастье важнее в итоге денег. Но с другой стороны, ведь ощущение счастья, если оно не строится на какой-то материальной базе, то это ощущение ложное. Это все равно, как ты вкалываешь наркотик. Я счастлив. В чем дело? Почему? Как? Счастлив? Ну, хорошо. И мне деньги не нужны. Я счастлив. Дело в том, что ты получил какой-то там укол. Это наслаждение, ощущение счастья тебя переполняет, и оно тебе не дает возможности двигаться, потому что ты не ощущаешь никаких страданий, пустот, к чему стремиться. Ты даже не можешь понять страдания, желания других людей. Ты не можешь быть связан ни с кем. Ты просто как идиот такой стоишь посреди мира, и тебе так все хорошо. То есть вы говорите, счастье останавливает развитие. Конечно. Великие художники, писатели, музыканты, если бы они не страдали, если бы они не были бы несчастны в себе, неважно, что у него там есть кусок хлеба или нет, несчастны в себе, в поисках, в страданиях, они бы что-то создали? Никогда. Поэтому счастье – это не в том определении, которое мы начинаем ум сразу приписывать. Счастье, оно может ощущаться только над несчастьем, только над поиском, страданием. Когда ты стремишься и достигаешь, стремишься и достигаешь, но когда ты стремишься, а потом достигаешь, стремишься, а потом достигаешь, это не счастье. А что с счастьем тогда? Счастье – это когда одновременно и страдания, и наслаждения им, над ним. Вот это состояние, оно постигается только в науке Каббала, когда пустота не заполняется, а она строит над собой наполнение. И пустота, и наполнение существуют постоянно. Вот я жажду чего-то, и я с помощью этой жажды ощущаю наслаждение, наполнение. И во мне одновременно существуют два состояния. То есть просто счастье, если мы его определим правильно, по-каббалистически, то есть в его истинном виде, это состояние абсолютного несчастья и абсолютного счастья одновременно. Пустоты и наполнения, которые друг друга не аннулируют. И тогда тебе действительно нет необходимости задавливать это деньгами или чем-то, потому что все твои пустоты наполняются и при этом сами остаются пустотами. То есть ты что-то кушаешь и все время желаешь, что-то пьешь и все время желаешь, что-то видишь и все время желаешь. То есть наслаждения непрекращаемые. И только лишь растущие вверх, и в мере этого растет пустота вниз. Вот это и есть наука каббала, наука получения истинного счастья. То есть мы говорим о постоянном счастье, а не проходящем. И причем ощущение постоянного счастья приводит вас к ощущению вечности. Субтитры создавал DimaTorzok